И снова здравствуйте! В эфире добро пожаловаться! Замечено, что сегодня люди плохо умеют работать руками, но зато хорошо научились работать локтями. Кто лучше всех на прошлой неделе поработал локтями и к чему это привело, вы узнаете в ближайшие 30 минут. Полезным и приятного просмотра! Если вам не хватает денег купить квартиру, строите воздушные замки. Герои этого сюжета о замке не мечтают. Но похоже очень скоро их замки в квартире будут вскрыты, а вещи в принудительном порядке вынесены на улицу. Подробности расскажет Маргарита Прохорчик. Беда не приходит одна. С этой народной мудростью семья Березовских знакома не понаслышке. Все началось три года назад, когда скончался любимый всеми домочадцами отец и дедушка. Но потеря близкого человека не единственная, выпавшая на долю семейства. Вот уже три года они борются за свою квартиру, которую не сегодня, так завтра у них отнимут коммунальные службы. Дело в том, что предоставлялась квартира с ЖЭСа, 63-го моему отчиму, вместе с семьей. То есть моей мамой, сестрой младшей и мной. Мы заселились сюда. Он работал сантехником в ЖЭСе, ему предоставили это жилье служебное. Вот в 82-м году он это жилье получил. С 82-го года здесь я пошла в первый класс в Минске, вышла замуж, родила двоих детей, до сих пор живу. На данный момент в этой квартире проживают Татьяна с мужем и их малолетняя дочь, которая только в этом году пошла в третий класс. Другого жилья у них нет, но коммунальщиков сей факт не сильно беспокоит. Ведь закон есть закон. Да к тому же, если бы женщина приходилась бы родной дочерью покойному, разговор был бы совершенно другим. А так у нее не осталось выбора, кроме как заключить договор найма с ЖРЭО. Хоть это и не сильно помогло. Со мной заключили договор найма и предложили мне вынужденное строительство, так как договор найма только на три года. Я тут же встала на вынужденное строительство. Когда остановилась на строительство, я задала вопрос, что если я за три года не построюсь, что будет дальше. Мне сказали, что договор найма предусмотрен до 10 лет. Тогда эти слова женщину успокоили. Но три года плавно подходили к концу, а строительство нового жилого помещения так и не начиналось. Татьяна тешила себя надеждой об отсрочке, но снова все пошло не по сценарию. До февраля этого года как бы все было нормально. Потом мне в феврале этого года сказали совсем другое, что договор найма не продлевается только на три года. И мы вас выселим без предоставления жилея. Куда бы ни обращалась, меня отфутболивают как мячик, конкретных ответов мне никто не дает. Только вот говорят, что да, да, несовершеннолетним ребенком мы вас имеем право выселить на улицу по закону. Я уже не знаю, что мне делать. В случае смерти нанимателя служебного жилого помещения Государственного жилищного фонда с одним из совершеннолетних членов семьи, умершего нанимателя, заключается аналогичный договор найма на срок до трех лет. После стечения действия срока данного договора все граждане, зарегистрированные в этой квартире, подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, включая и несовершеннолетних детей. И если поначалу и были какие-то лазейки, дабы сохранить квартиру, то и они в конечном итоге растаяли как дым. Они нам пытались объяснить, что можно ее расслуживить. Дали нам списки. Мы начали там собирать подписи. Дело в том, что это просто, да, это нереально. Много нас в подъезде все у нас тут практически подписали. Многие нас не знают. Давно живут, те нас знают и расписываются без проблем. Но много жильцов, которые только купили квартиру, они говорят, мы вас не знаем, кто в этой тее, и что должно расписываться. То есть вот на этом основании люди отказываются расписываться. В дальнейшем администрация сказала, что вы уже не можете ее расслуживить. Подписей соседей оказалось недостаточной для решения квартирного вопроса. Но ситуация накалилась до предела в тот момент, когда в своем почтовом ящике Березовские увидели письмо, которым и был вынесен окончательный приговор. Прошло письмо. В течение трех дней выселиться с малолетним ребенком на улицу. Так как нам некуда выселяться, мы обращались во все инстанции, куда можно. То есть последняя наша надежда вот через телевидение донести. Если нет, я не знаю, куда нам идти. Жилья у нас нет. На этот вопрос у ЖРЭО, прокуратуры и Минского городского исполнительного комитета один ответ. С вещами на выход. Никто мне ничего не объясняет. Я спрашиваю, говорю, с несовершеннолетним ребенком на улицу, говорю, у меня жилья больше нет. Да, говорит, да, это по закону, мы имеем право. И все. Вот они письмо прислали, что в течение срока договора найма заключенного с вами истек 17-го, 11-го, однако до настоящего времени вы квартиру не освободили. И в течение трех дней освободить квартиру. Иначе они будут продавать в суд. И все расходы судебные они возложат на нем. Неужели уже ничего нельзя сделать? И семья Березовских будет вынуждена влачить жалкое существование на улице. Что касается конкретной ситуации, по которой к вам обратились граждане, к которым предъявлен иск о выселении в суде, то я бы мог посоветовать предъявить встречный иск к истцу, который выселяет их из данного жилого помещения, о признании за ними, то есть членами семьи умершего работника, о признании за ними права на приватизацию данного жилого помещения на том основании, что они являются членами семьи умершего работника, если докажут, что у них имеются такие основания в судебном порядке. Теперь Березовским остается только подавать встречный иск и ждать чуда. Будем надеяться, что судебный процесс для них увенчается успехом, ведь на их долю выпало и так немало страданий. А чем все это дело закончится, мы обязательно расскажем позднее. В общем, все в руках Березовских. Если семья убедит в суде судью в своей правоте, то очень возможно, что служебные квадратные метры станут родными, чего мы им и желаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!